Абитуриенты Ниньского округа могут поступить в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга и Архангельска по целевому направлению. Подробнее о возможностях, предоставленных в этом году выпускникам, в сюжете моей коллеги Катрины Тайбарей. Перед выпускниками школ округа стоит непростой выбор, поскольку начинается горячая вступительная пора в высшие учебные заведения страны. В ряде из них абитуриентам предоставляются целевые места от округа. Марина Бережных, студентка Архангельского вуза, как раз учится по целевому направлению. Я учусь в Северном Арктическом федеральном университете по направлению психолога и педагогическое образование. Сегодня я заканчиваю четвертый курс и защищаю диплом. Решила поступать по целевому направлению, потому что это выгодно и удобно как для меня, студента, так и для нашего Ниньского автономного округа. Для абитуриента меньше беспокойства по поводу поступления в вуз. Ты точно уверен в своем поступлении и баллах ВГ, ты уверен в будущем трудоустройстве. Приезжая в округ, ты знаешь, что тебя ждет работа. Департамент образования, культуры и спорта Ниньского округа помогает абитуриентам с поступлением. А именно предлагает заключить договор о целевом обучении на педагогические специальности с двумя вузами-партнерами. Северным Арктическим федеральным университетом имени Ломоносова, город Архангельск, и Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена, Санкт-Петербург. У ребят появляется такая возможность, как пройти по отдельному конкурсу. Не в общем, как идут у нас студенты, а именно по целевому. Там немного ниже баллы при поступлении. Но самое главное, мы еще даем и стипендию. Если студент учится на отлично, то мы даем стипендию 5000 рублей. Если студент учится на хорошо, то стипендия 3000 рублей. Помимо стипендии, округ оплачивает проезд студента к месту учебы и обратно домой раз в два года. При прохождении практики на территории округа транспортные расходы компенсируются ежегодно. Целевое место – это не только уверенность в поступлении в вуз, но и гарантированное трудоустройство в учреждениях округа. Согласно условию договора о целевом обучении, студент обязуется в течение трех лет отработать на территории региона. Государство, в свою очередь, предоставляет меры социальной поддержки. За подробностями программы целевого обучения можно обратиться в Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа.